Всем привет! Меня зовут Смирнов Александр. В Яндексе я несколько лет занимаюсь вопросами качества поиска и в рамках наших вебинаров я поделюсь с вами опытом об индексировании сайтов нашим роботам. В частности, сегодняшний вебинар предназначен для владельцев сайтов и интернет-маркетологов. Я расскажу вам, как найти и исправить возможные проблемы с индексированием вашего сайта. Вебинар будет разделен на три больших части. Ведь, по сути, настройки корректного индексирования всего сайта можно разделить на таких три больших основных группы. Во-первых, робот должен индексировать нужные страницы сайта с нужным контентом. Во-вторых, эти страницы должны индексироваться быстро. И, в-третьих, робот не должен посещать ненужные страницы сайта. Кажется, все довольно-таки просто. Но на самом деле большинство веб-мастеров сталкиваются с одними и тем же проблемами при настройке индексирования. Давайте посмотрим на них внимательно. Первый раздел — индексирование нужного контента, то есть нужных страниц с нужным содержанием и включение их в результаты поиска. Все роботы, которые посещают ваш сайт, как правило, исполнительны и соблюдают те инструкции, которые вы предоставляете для них. Поэтому часто ошибки возникают с тем, что роботу предоставлены некорректные инструкции для индексирования. Самая главная инструкция для индексирующего робота — это файл robots.txt. Это такой служебный файлик, который находится в корне вашего сайта, в котором содержатся инструкции, что можно индексировать, что нельзя индексировать, как часто можно индексировать страницы вашего сайта. Кажется, о файле robots.txt мы уже говорили много-много раз, но не зря более 20 обращений в день служба поддержки Яндекс.Вебмастера получает именно по вопросам, связанным с файлом robots.txt. Как составить, что запрещать, почему страницы пропали из поиска и подобное. Давайте разберем наиболее частые кейсы. Наиболее распространенная ошибка в robots.txt — это, конечно же, запрет нужных страниц для посещения. Представьте себе ситуацию с АБ-тестированием, когда и посетители, и робот с главной страницы сайта перенаправляются на какую-то внутреннюю страницу с параметром, где в зависимости от значения параметра страницы выводятся в том или ином формате. Но часто такую страницу с параметром запрещают в файле robots.txt, в результате чего и главная страница, и страница, куда осуществляется перенаправление, исключается из поисковой выдачи. Кажется, это не самый лучший вариант. В таком случае обязательно нужно проверить, что нужная страница разрешена к обходу. Вторая популярность и проблема — это закрытие промежуточных страниц для индексирующего робота. В данном примере страница page.html находится внутри категории, при этом сама категория запрещена к обходу в robots.txt. В такой ситуации, если на страницу page не ведут какие-либо доступные роботу ссылки, он просто не узнает о ее наличии, о ее существовании, не сможет проиндексировать, и страница никогда не попадет в поисковую выдачу. И третья популярность и проблема — это отсутствие либо некорректных указаний на адрес главного зеркала. Вы как владелец сайта, либо как маркетолог принимаете решение, по какому именно адресу ваш сайт должен находиться в поисковой выдаче и показываться по запросам пользователей. Для того, чтобы указать на адрес главного зеркала, существует специальная директива в файле robots.txt. Она как раз называется директива host. То есть вы можете задать роботу, указать и задать адрес вашего сайта, который будет находиться в поиске. При размещении директивы host нужно обратить внимание на такие моменты, как, во-первых, директива должна быть расположена всего в robots.txt всего один раз. Во-вторых, сама по себе директива должна быть корректна, то есть включать префикс www или без www, если он не используется. Обязательно указание протокола http либо https. И если вы используете доменное имя на кириллице, обязательно доменное имя должно быть закодировано в паникод. Не допустить ошибки в файле robots.txt поможет отличный и простой инструмент — анализатор файла robots.txt. Можно загрузить как уже имеющийся файл, так и просто какой-то текстовый документ для проверки его корректности. Загрузили, можно указать адреса страниц, которые вы хотите проверить. Нажали кнопочку «Проверить», посмотрели на результат. Страницы доступны до обхода роботом или недоступны и какие ошибки в файле возникают. После того, как робот скачал файл robots.txt, он обновляет политики обхода, то есть понимает, что можно индексировать, что нельзя индексировать. Если страницу индексировать можно, он обращается к ней и скачивает ее html-документ. Сам по себе html-документ для робота выглядит примерно следующим образом. Это определенный набор тегов, скриптов, css, текстового содержимого, из которого робот достает самые важные части. Во-первых, робот вытаскивает из вашего, из html-кода ваших страниц мета-теги, достает текстовое содержимое для того, чтобы понять, о чем именно идет речь на странице, и получает ссылочки на внутренние страницы вашего сайта для того, чтобы в дальнейшем их проиндексировать. Соответственно, при проверке корректности вставления html-кода мы также проверяем как раз вот эти три больших пункта. Сама по себе проверка довольно-таки простая. Открыли в любом браузере исходный код вашей нужной вам страницы, сделали поиск, вбиваем в данном случае тег title и смотрим, где он начинается, где заканчивается и, собственно, какое его содержимое. Вам небольшой чек-лист, что именно и как проверять в исходном коде страниц сайта. Во-первых, как я уже говорил, нужно проверить содержимое тегов title, description, потому что, как правило, из них может формироваться описание вашей страницы в результатах поиска. Во-вторых, обязательно проверяйте количество открывающих и закрывающих тегов noindex. Они должны совпадать. Будете смеяться, но наиболее частая проблема ненахождения страницы по каким-либо запросам заключается в том, что на странице в исходном коде расположен тег noindex, который не закрыт. В результате робот просто не видит большинство, большую часть содержимого страницы и не может понять, о чем, собственно, речь на странице. В-третьих, обязательно проверяйте корректность установленных ссылок на внутренние страницы вашего сайта. Если вы используете HTTPS протокол, обязательно этот протокол должен быть указан. Это же относится и к атрибуту real canonical, если он используется на вашем сайте. Обратите внимание, что важный контент на страницах не должен загружаться с помощью скриптов либо с помощью AJAX. В этом случае робот просто-напросто не получит текстовое содержимое, не поймет, что же вообще за страница и зачем ее включать в поисковую выдачу. После того, как осуществили всю эту проверку, если с страницей все в порядке, страниц попадает в поисковую выдачу. И тут вас поджидает другая опасность. Это дубли страниц. Под дублими мы понимаем несколько страниц одного сайта, которые доступны по разным адресам, но при этом содержат абсолютно идентичный контент. Основная опасность дублей заключается в том, что при их наличии может смениться релевантная страница в поисковой выдаче, может попасть страница по ненужному вам адресу, конкурировать с основной страницей, которую вы продвигаете по каким-либо запросам. Плюс ко всему, большое количество дублирующих страниц затрудняет обход сайта индексирующим роботом. Я думаю, что почти все вебмастера уверены, что именно на их ресурсе нет никаких дублирующих страниц. Хочу немножко вас расстроить. На самом деле, дубли есть практически на всех сайтах в Рунете. Каким образом их можно найти? В Яндекс.Вебмастере есть отличный инструмент. Он называется «Страницы в поиске». Если вы нажмете на кнопочку «Исключенные страницы», вы получите график тех страниц, которые не попадают в поисковую выдачу. И внизу, выбрав сортировку «Удаленные страницы» с статусом «Дубли», как раз поймете, какие именно страницы на вашем сайте робот считает дублирующими. Вот мы с вами нашли дубли на вашем сайте, что теперь, собственно, с ними делать. В зависимости от того, с каким именно типом дубли вы столкнулись, существует несколько метров борьбы с ними. Во-первых, если это служебные страницы сайта, например, страницы действий, страницы с метками, сортировки и другие подобные страницы, которые не должны участвовать в поисковой выдаче, то их стоит запретить в вашем файле robots.txt. Во-вторых, если вы столкнулись с дублями, обоснованными тем, что на вашем сайте такая структура, то есть, например, один и тот же товар может находиться в нескольких категориях, либо есть страницы с пагинацией, для подобных страниц мы советуем использовать атрибут real canonical тега-линк с указанием канонической страницы, то есть именно той страницы, которая должна участвовать в поиске. И в-третьих, это явные дубли, такие как страницы со слышом на конце или без слыша, для них можно использовать 301 серверный редирект для того, чтобы указать роботу, какая именно страница должна находиться в поисковой выдаче. В итоге, для того, чтобы нужный контент и нужные страницы появились в поиске, вам необходимо обязательно проверять файл robots.txt на наличие ошибок и наличие нужных правил, проверять исходный код страниц на корректное составление и следить за появлением дублей и работать над их устранением. Давайте несколько минут я отвечу на ваши вопросы по данному блоку. Вопрос первый. Как решить проблему с тем, что робот считает два разных раздела каталога дублями? В итоге, один из важных разделов полностью пропадает. Смотрите, робот при определении дублирования сравнивает текстовое содержимое страниц. Если эти каталоги очень похожи, кажется, что на них можно добавить больше отличающегося контента, больше какого-то уникального описания, отзывов, если речь идет о товарах, рекомендаций и подобного. То есть покажите для робота, что эти страницы действительно отличаются по содержимому. Тогда они обе смогут находиться в поиске и показываться по запросам пользователей. Видит ли робот текст, если он появляется на странице при приключении CSS свойства display none? Не AJAX, не используется. Да, робот такой текст видит и будет использовать его при определении релевантности страницы запросам. Иногда вижу, что по одной ключевой фразе в топ-10 находятся две страницы разных одного и того же сайта. Это как? Действительно, в некоторых случаях по определенным запросам может показываться до двух страниц одного и того же ресурса. Если показывается больше страниц, вам стоит написать в службу поддержки и привести пример данной ситуации. Быстрые ссылки не определяются вообще никак, хотя все рекомендации в мануалах вроде соблюдены. Смотрите, быстрые ссылки определяются специальным алгоритмом полностью автоматически и их появление зависит от кучи различных факторов. Если вы соблюли все рекомендации, остается только ждать. Думаю, что никаких препятствий возникнуть не должно. На этом, кажется, по контексту текущего раздела все. Давайте дальше. Мы предоставили роботу контент, предоставили страницы, которые необходимо индексировать, но в большинстве случаев этого недостаточно. Согласитесь, какой смысл от появления новостной заметки в поиске, если с момента ее размещения на сайте до включения в выдачу прошло несколько недель? Я думаю, что такая новость никому будет не нужна. Как раз об этом на следующий раздел — это ускорение индексирования сайта. Здесь самый главный ваш помощник — это файл sitemap. Определенный служебный файл, в котором содержатся адреса страниц, которые роботу необходимо индексировать. В большинстве случаев в современном мире файлы sitemap генерируются автоматически. Либо какими-то специальными плагинами, либо уже встроенными функционалом в вашу CMS. Также при желании файл sitemap можно создать вручную обычный текстовый файлик с адресами страниц. Легко его редактировать, легко размещать, сообщать о нем роботу. Подробнее можно почитать на страницах помощи. Давайте дальше. Давайте дальше. Небольшой чек-лист о том, как составить файл sitemap, чтобы он работал на вас, помогал роботу индексировать ваш сайт. Во-первых, в файл sitemap обязательно нужно добавлять только то, что роботу действительно необходимо индексировать. Например, добавили на сайт новый раздел, обязательно сразу же сообщите о появлении страниц роботу с помощью файла sitemap. Просто скопируйте адреса. Не допускайте наличия ошибочных адресов в файле sitemap. Дело в том, что эти данные сразу же попадают в базу индексирующего робота и потом могут просто привести к определенным проблемам. В-третьих, проверяйте время возврата вашего файла sitemap для индексирующего робота. В большинстве случаев плагины и CMS настроены по умолчанию таким образом, что файл sitemap генерируется каждый раз при обращении к нему. То есть, если на вашем сайте находится несколько сотен тысяч страниц, на генерацию нового файла sitemap может потребоваться несколько минут. И робот в таком случае, отправив запрос до вашего файла sitemap, просто не дождется, пока ваш сервер соберет информацию обо всех страницах и вернет новенький файл sitemap. Измените этот параметр, обновляйте файл sitemap только тогда, когда на вашем сайте появились действительно новые страницы. Как раз это нужно делать регулярно, потому что робот обнаружит, увидит то, что вы обновляете свой файл sitemap постоянно, что в нем находятся корректные страницы и будет скачивать его чаще. И последнее, обязательно до того, как сообщаете о наличии нового файла sitemap робота, проверяйте его на корректность указаний. Сделать это можно с помощью также простого инструмента в Яндекс.Вебмастере. Можно загрузить уже готовый файлик sitemap, либо по URL, например, если вы уже разместили на своем сайте файл, можно по текстовому содержимому. Например, как сделал я, самый простой файл sitemap, проверю его содержание, размер, ошибок нет, одну ссылочку мы нашли из файла sitemap. Отлично. После того, как вы роботу отдали список тех страниц, которые нужно посещать, очень важно, чтобы робот мог без ограничения по частоте обращения к вашему сайту скачивать эти страницы. За частоту запросов со стороны робота отвечает директива crowd delay. Это служебная директива, с помощью которой можно как раз задать интервал между запросами роботом страниц сайта. Для директивы crowd delay помните правила трех «не». Во-первых, директива не требуется большинству сайтов. Во-вторых, не используйте директиву при необходимости. И в-третьих, не устанавливайте большие значения директивы, если все-таки хотите ей воспользоваться. Например, значение директивы crowd delay 0.5 говорит о том, что роботу можно отправлять два запроса в секунду к страницам сайта. Большинство современных сайтов такую нагрузку со стороны робота обязательно выдержат. Хочется рассказать небольшой пример из жизни. На одной из конференций мы вместе с владельцем сайта смотрели, почему же его ресурс редко посещается индексирующим роботом. В файле robots.txt была установлена директива crowd delay 20. Когда я спросил, почему же такая директива, почему такая большая, ответ был следующий. Мы подсмотрели ее у конкурентов и подумали, что так нам тоже будет лучше. Нет, не нужно устанавливать директиву crowd delay, если она вам не нужна. Окей. И небольшая минутка рекламы. Это инструмент при обходе страниц. Я думаю, что вы уже слышали о его существовании. Если нет, отличный инструмент, который позволяет сообщить роботу о появлении новых страниц на сайте, либо необходимости проидексировать повторно уже включенную выдачу страницы. Воспользуйтесь им, добавляйте в него наиболее важные страницы. Например, если у вас проходит в интернет-магазине какая-то акция, вы создали под нее новую страничку, добавляйте ее в инструмент, сообщайте о ее появлении роботу. Это позволит быстрее ей попасть в поисковую выдачу. В итоге, чтобы ваш сайт посещался быстро, необходимо помнить о трех правилах. Во-первых, у вас должен быть корректный и регулярно обновляемый файл сайтмэп. Во-вторых, не использовать директиву украл дилей при необходимости. Прямо после сегодняшнего вебинара обязательно зайдите в ваш робот стейкстей и проверьте, есть ли такая директива. Если она установлена, задумайтесь, нужна ли она действительно вам. И в-третьих, используйте переобход страниц для посещения роботом наиболее важных страниц вашего сайта, новых важных страниц. В этом разделе все. Давайте несколько вопросов по данному разделу. Если в переобходе статус робот обошел, означает ли это, что заголовок страницы поменялся и другие мета изменились? Смотрите, если робот посетил страницу, как правило, требуется еще несколько дней для того, чтобы изменения попали в поисковую выдачу. Обычно это происходит в течение 3-5 дней. Я заметил, что и без сайт-мэп Яндекс обходит новые страницы сайта. Каким образом это делается? И если происходит через счетчик, то страницы попадают в индекс. Смотрите, как я вам говорил, робот запрашивает из исходного кода страниц сайта не только текстовое содержимое, но и ссылки на другие страницы. Как это происходит? Например, появился новый сайт в интернете, робот узнает о его существовании после добавления в Яндекс.Вебмастер. Приходит, скачивает главную страницу и достает из ее исходного кода ссылки на другие внутренние страницы. Планирует их к обходу, также скачивает, также достает ссылочки. В результате ваш ресурс автоматически, даже при отсутствии файла сайт-мэп, нормально может индексироваться. В панели Яндекс.Вебмастер пишет ошибка сайт-мэп, неизвестный тег image. Как исправить? Смотрите, файл сайт-мэп является таким общепринятым стандартом. В этом файле сайт-мэп можно добавлять дополнительную информацию, помимо адресов страниц сайта, например, такую, как наличие мобильной версии или альтернативной версии на других языках. В данном случае речь идет о наличии изображения к определенной странице сайта. Не все теги, которые используются в сайт-мэп, потому что их огромное количество, не все теги может распознать наш индексирующий робот. В таком случае вы просто видите предупреждение в Яндекс.Вебмастере, что, скорее всего, в файле сайт-мэп находится ошибка. В данном случае с тегом image исправлять не нужно. Робот просто проигнорирует данный тег, при этом адреса страниц и все теги, которые он знает, он распарсит и получит информацию об этом. Переиндексация — отличный инструмент, но хочется, чтобы он работал быстрее. Но на текущий момент в большинстве случаев, если речь идет о новых страниц сайта, в поисковую выдачу они появляются в течение нескольких десятков минут. Если речь о уже проиндексированных страницах, то это речь, наверное, о трех-пяти днях, как я говорил уже ранее. Хотите быстрее, пишите нам в службу поддержки, рассказывайте о своих практических кейсах, когда вы хотите обновить страницу гораздо быстрее. Обязательно посмотрим, что можно в данном случае сделать. Давайте к следующему разделу. Смотрите, когда робот начинает посещать ваш ресурс часто, это не всегда, скажем так, положительно влияет на индексирование хороших страниц сайта. Представим ситуацию. Допустим, робот совершает пять запросов в секунду к вашему ресурсу. Кажется, отличный результат. Но какой смысл из этих пяти посещений в секунду, если все они относятся к служебным страницам вашего сайта? И робот совсем не уделяет внимания действительно важным страницам. Об этом наш следующий раздел «Не индексировать не нужное». Здесь, в этом разделе, метод «Просто как раз два-три». Три пункта. Первый. Используем раздел в Яндекс.Вебмастере «Статистика обхода». Второе. Получаем адреса страниц, которые робот индексировать не должен. Третье. Составляем корректный файл робот с текстом. Давайте посмотрим на инструмент «Статистика обхода». Выглядит он следующим образом. Здесь есть также графички. Нас интересует чуть-чуть пролистать вниз страницу. Кнопочка «Все страницы». Вы увидите все, что посещал робот за последние дни. Среди этих страниц, если есть какие-то служебные страницы, то их нужно запрещать в файле robots.txt. Что именно нужно запрещать в роботсе? Давайте по пунктам. Во-первых, как я говорил ранее, страницы фильтрации, подборов товаров, сортировки нужно запрещать в файле robots.txt. Обязательно запрещаем страницы различных действий. Например, добавить в сравнение, добавить в избранное, добавить в корзину. Саму страницу с корзиной также запрещаем. В-третьих, запрещаем к обходу все служебные разделы, такие как поиск по сайту, админку вашего ресурса, разделы с данными пользователей. Например, информация о доставке, номера телефонов и прочее. Также запрещаем в файле robots.txt. И страницы с идентификаторами и сессиями, например, с UTM-метками, также стоит запретить к обходу в файле robots.txt с помощью директивы clean.param. Если вы столкнетесь с вопросом, а нужно ли запрещать или нужно ли открывать эту страницу к обходу, ответьте себе на простой, но другой вопрос. Нужна ли эта страница пользователям поисковой системы? Если эта страница не должна находиться в поиске по запросам, кажется, что ее можно запретить. И небольшой практический кейс. Я надеюсь, он вас замотивирует. Смотрите, на одном из ресурсов мы заметили, что робот совершает практически тысячу обращений в день к страницам с редиректом. На самом деле страницы с перенаправлением — это были страницы добавления в корзину. Вносим изменения в файл robots.txt, и видно на графике, что обращения к таким страницам практически сошли на нет. И при этом сразу положительная динамика — это обход нужных страниц, то есть страниц с HTTP-кодом 200. Видно, что робот даже начал чаще посещать действительно важные и нужные страницы сайта. Помимо файла robots.txt, в данном разделе хочется вам еще рассказать о корректных HTTP-кодах ответа. Тоже, кажется, вещь, о которой говорили уже неоднократно. Сам по себе HTTP-код ответа — это определенный статус страницы для индексирующего робота. Например, если страница отвечает кодом ответа 200, это означает, что страницу можно индексировать, включать в поиск. Если страница отвечает 404, значит, она удалена, 503 — временно недоступна. В чем плюс использования корректных HTTP-кодов? Во-первых, у вас никогда не будет различных битых ссылок на ваш ресурс, то есть тех ссылок, которые ведут на страницы, отвечающие кодом ответа 200. Если страницы не существуют, значит, код ответа 404 — это робот поймет. Во-вторых, поможет роботу с планированием действительно нужных страниц, которые отвечают кодом ответа 200. И в-третьих, позволит избежать попадания различного мусора в поисковую выдачу. Об этом как раз следующий слайд, также из практики. Во время недоступности ресурса, проведения технических работ, робот получает заглушку с HTTP-кодом ответа 200. Поскольку, вот как раз описание этой заглушки вы видите в результатах поиска. Поскольку страницы отвечают кодом ответа 200, они попадают в выдачу, в результате чего, естественно, с таким контентом не могут находиться и показываться по каким-либо запросам. В данном случае правильнее настроить HTTP-код ответа 503. При катковременной недоступности страниц или ресурса этот код ответа позволит избежать исключения страниц из результатов поиска. В ситуации, когда ваши важные и нужные страницы вашего ресурса становятся недоступны для нашего робота, например, отвечая кодом 503 или 404, либо вместо них возвращается робот в заглушку, такие ситуации можно отследить с помощью инструмента «Важные страницы». Добавьте в него те страницы, которые приносят наибольший трафик на ваш ресурс, настройте уведомления на почту или в сервис, и вы будете получать информацию о том, что происходит с той или иной страницей, какой у нее код ответа, какой у нее заголовок, когда она посещалась и какой ее статус в поисковой выдаче. Проверить корректность возврата того или иного кода ответа можно с помощью соответствующего инструмента в Яндекс.Вебмастере. В данном случае проверяем код ответа несуществующих страниц. Мы взяли, придумали страницу, загнали ее в инструмент, нажали кнопочку «Проверить» и получили HTTP код ответа 404. Здесь все в порядке, так как страница была недоступна, она корректно ответила 404 кодом ответа, и в поиск она уже не попадет. В результате чего? Для того, чтобы ограничить посещение роботом ненужных страниц сайта, активно используйте инструмент «Статистику обхода», вносите изменения в файл робот.txt и следите, чтобы страницы возвращали корректный HTTP код ответа. Давайте несколько, наверное, вопросов по данному разделу. Если сервер сайта начинает висеть от запросов робота, поможет увеличение времени Carl Delay? Да, как раз в такой ситуации можно использовать директиву, но не забудьте еще и найти причины, почему робот начал обращаться на ваш сайт довольно-таки часто. Как правило, это возникает из-за того, что робот нашел какую-то кучу служебных системных страниц сайта и начинает их индексировать. Проверьте информацию в статистике обхода, посмотрите, к чему обращается робот. Если это действительно служебные страницы, их стоит запретить в робот.txt, тогда и количество запросов уменьшится, и необходимость в этой директиве отпадет. Где можно подробнее прочитать про директивы Carl Delay? Мои коллеги вам пришлют ссылку на раздел помощи. Программист для интернет-магазина прописал директиву Carl Delay 40. Это много? Да, это очень много. Представьте, что робот не сможет скачать даже две страницы в минуту с вашего сайта. Постарайтесь уменьшить значение этой директивы. То есть, посмотрите, можно начать Carl Delay 10, посмотрите по нагрузке. Во-первых, стоит уточнить у программиста, почему такая большая директива. При необходимости вообще в лучшем случае такую директиву убрать совсем. И еще аналогичный вопрос про Carl Delay. Поставил Carl Delay 5 из-за того, что робот делал по 40 тысяч заходов на сайт в 500 страниц. Смотрите статистику обхода, смотрите, к каким адресам обращается робот. Появление каждой новой страницы нужно вносить в файле sitemap. Смотрите, здесь в зависимости от того, какого размера ваш ресурс. Вы можете обновлять файл sitemap как несколько раз в день, так и при каждом добавлении новой страницы. Здесь уже на ваше усмотрение. В индекс попали страницы в верхнем регистре, при том, что в сайт такого рода страницы не наковались. Sitemap не содержит. Если страницы попали в верхнем регистре, то, скорее всего, робот обнаружил ссылки на них где-то в интернете. То есть проверьте сначала ваш сайт, посмотрите, скорее всего, где-то в интернете установлена некорректная ссылка. Робот пришел, увидел ее, начал скачивать страницы в верхнем регистре. Для них, для таких страниц, лучше использовать 301 серверный редирект. Давайте в качестве заключения. Смотрите, мы с вами отдали роботу корректные страницы сайта с корректным контентом. Мы добились того, что это индексируется быстро. Запретили роботу индексировать ненужное. Вот эти все задачи, все три больших группы задач, они все связаны между собой. То есть если не ограничивать роботу индексирование служебных страниц, то, скорее всего, у него останется меньше времени на индексирование нужных страниц сайта. Если робот будет получать контент нужных страниц не в полном объеме, он не будет включать эти страницы в поисковую выдачу быстро. То есть над индексированием вашего ресурса нужно работать в комплексе над всеми этими тремя задачами. И в этом случае вы добьетесь определенных успехов для того, чтобы нужные страницы быстро попадали в поисковую выдачу. Также вам будут полезны наши инструменты в Яндекс.Вебмастере. Ссылки также вам пришлет наши коллеги. Если вы хотите получать больше интересной информации, больше советов по индексированию, у нас есть отличный блок для вебмастеров, блок Платона Щукина. Если по окончанию вебинара у вас останутся какие-либо вопросы, вы также можете написать всегда в службу поддержки. Обязательно ответим на ваши вопросы. Теперь я смотрю, у нас есть еще немножко времени. И давайте я подвечаю на другие ваши вопросы из чатика. Нужно ли в адрес внутренней страницы писать с приставкой HTTPS или можно просто индекс HTML? Если вы используете относительные адреса, то указывать протокол, соответственно, не нужно. Если абсолютные адреса и HTTPS защищенный протокол, то, конечно, нужно обязательно указывать на него. Сайтмэп имеет несколько страниц. Это нормально. Если речь о обычных страницах, то, конечно, нормально. Если речь еще о сайтмэп, то да, есть специальный формат сайтмэп индекса, в котором можно указывать ссылки на другие файлы сайтмэп. Можно размещать на странице ссылку на текущую страницу, например, ссылка на главную страницу, на главную страницу. Да. Ну, вопрос в том, зачем вы это делаете. Если это обусловно навигации на сайте, то вполне почему бы нет. Ничего страшного из-за этого не произойдет. Если разместить ссылки на все разделы каталога в нижнюю часть сайта, который отображается на всех страницах, это поможет индексации или навредит. На самом деле делать этого совсем не нужно. То есть, если это не нужно посетителям вашего сайта, вашим пользователям, то вносить специально это не нужно. Достаточно просто файлы сайтмэп. Робот узнает о наличии всех этих страниц, добавит их в свою базу. Обязательное наличие здесь не требуется, обязательное наличие ссылок не требуется. Нужно ли в сайтмэп указывать периодичность обновления? Смотрите, как я вам уже говорил, что в файле сайтмэп можно передавать дополнительную информацию для индексирующего робота. Помимо самих адресов, также наш робот понимает еще несколько тегов. Во-первых, это частота обновления, то есть, да, периодичность обновления. Это приоритет при обходе и дата последнего изменения. Всю эту информацию из файла сайтмэп он забирает при обработке файла, добавляет в свою базу и использует в дальнейшем для корректировки политик обхода. То есть, да, вы можете роботу в качестве рекомендации указывать периодичность обновления той или иной страницы сайта. Можно ли обойтись без сайтмэп? Да. Следите, чтобы на вашем сайте была прозрачная навигация, чтобы на любую внутреннюю страницу ввели доступные ссылки. Но учитывайте, что если это новый ресурс, и, например, какая-то страничка находится глубоко на вашем сайте, например, в 5-10 кликов, то роботу потребуется достаточно много времени, чтобы узнать о ее наличии. Сначала скачать главную страницу сайта, достать ссылки, потом опять скачать те страницы, о которых он узнал, и так далее. Файл сайтмэп позволяет передать роботу информацию обо всех страницах сразу. Как выбрать показатель crowd delay? Начните вообще с удаления директивы. Это отличный показатель crowd delay. При анализе файлов сайтмэп выдает ошибку. Неизвестный тег html. Интересно было бы взглянуть на ваш файл сайтмэп. Кажется, что он просто составлен некорректно. Проверьте с помощью валидатора, посмотрите, на какой строчке возникает проблема. Возможно, просто либо CMS, либо плагин как-то некорректно составляет ваш файл сайтмэп. Если 404 у товара, который удален, что делать с этой страницей? Самый простой способ возврата 404 кода, то есть возврата страницы, это, конечно, обычная заглушка. Например, товар отсутствует. Но вы можете сделать немножко хитрее. Вы можете на самой странице заглушки, в зависимости от вида товара, предлагать аналоги. То есть, например, мячики у вас закончились красного цвета, но пришел посетитель, увидел, что красных мячей нет, но есть у вас зеленые, желтые, большие, маленькие. То есть предлагайте вашему посетителю какие-то другие варианты, что именно можно купить на вашем сайте. А если все же фильтр? Ну, я так понимаю, что фильтр по категориям дает юзерам реальные ответы и уникальные тайтлы и дискрипшены, описания используются. Такая ситуация обосновывает открытие фильтра в роботе. Да, как я вам уже говорил, задайтесь вопросом. То есть, нужны ли эти страницы пользователям поисковой системы? Если определенная комбинация фильтров дает конкретный ответ на конкретный запрос пользователя, естественно, такие страницы стоит открыть для того, чтобы их посещал робот и включал в поисковую выдачу. И еще вопрос про crowd delay по умолчанию. Сколько? Давайте мы совсем не будем использовать по умолчанию crowd delay. Страница обходится роботом, но отсутствует в поиске 200 ок. Я так понимаю, что это какой-то статус из Яндекс.Вебмастера. Больше чем уверен, что под этим статусом обязательно есть расшифровка конкретной причины отсутствия страницы в поисковой выдаче. Обязательно читайте ссылочку. Коллеги, пожалуйста, пришлите в чатик на инструмент «Проверить URL». С помощью этого инструмента можно узнать статус конкретной страницы в поисковой выдаче и в базе индексирующего робота. Робот делает 700 тысяч запросов в сутки по несуществующим страницам. Прежде всего нужно понять, откуда появились такие несуществующие страницы. Возможно, некорректно используются относительные ссылки на вашем сайте. Либо какой-то раздел удалили окончательно с сайта, и робот продолжает все равно проверять такие страницы. В таком случае стоит их просто запретить в файле robots.txt. В течение 12 часов робот перестанет обращаться к таким страницам. Расходуется ли краулинговый бюджет на страницы, закрытые к директивой CleanParam? Смотрите, как работает сама по себе директива CleanParam, и чем обусловлено вообще ее наличие. Допустим, у вас есть страница с UTM-меткой. Например, форум и дальше параметр с каким-то идентификатором сессии. При наличии директивы CleanParam индексирующий робот понимает, что вот этот параметр сессии — это незначущий параметр, и контент страницы не меняется. Он скачивает эту страницу, добавляет ее в себе в базу. После чего проверяет, есть ли страница в результатах поиска без данного параметра. То есть страница, которая получается после работы директивы CleanParam. Если такая страница есть, робот забывает о странице с незначущим параметром и удаляет ее из базы. То есть, конечно, можно сказать, что краулинговый бюджет расходуется. Но это позволит избежать ситуаций, когда робот узнает только о страницах с незначущими параметрами. Если служебные страницы проиндексированы, их можно как можно брать из поиска. Чтобы брать страницы из результатов поиска, также используйте робот с текстами. То есть не имеет значения, установили вы запрет при создании вашего сайта, либо уже когда запустили ресурс. То есть если страницы служебные, выдачи их находиться, они находиться не должны. Устанавливайте запрет в робот стейкстей, из выдачи они пропадут в течение недели. Если страница фильтров открыта в робот стейкстей и добавлена в сайтмэп, когда она попадет в выдачу? Здесь скорость индексирования конкретной страницы зависит от кучи факторов. Опять-таки от директивы crowd delay, если она у вас присутствует. От того, насколько загружен ваш ресурс, от того, сколько вообще страниц на вашем сайте. Как правило, это происходит в течение от пяти дней до нескольких недель в зависимости как раз от этих факторов. Как бороться с недостаточно качественными страницами при индексации? Смотрите. Да, я просто вижу еще несколько подобных вопросов. Смотрите, недостаточно качественные страницы для вас это определенный сигнал. То, что данные страницы не могут быть показаны по каким-либо запросам пользователей на видимых позициях. Ну, условно, вы продаете пластиковое окно 60 на метр 20 в Москве. При этом контент самой страницы представляет всего лишь картиночку и цену с кнопкой «Купить». Кажется, что это будет не самый релевантный ответ на запрос пользователя. Поэтому стоит, во-первых, ознакомиться с рекомендациями, то есть переработать контент, содержимое страницы таким образом, чтобы она отвечала на запрос пользователей, именно на тот запрос, которому релевантна страница. Естественно, робот такие страницы посещает периодически. Если он увидит, что произошли позитивные изменения, то страница попадет в поисковую выдачу. Если чего-то в сайтмэп нет, индексироваться не будет, будет, если на страницу будут ввести ссылки и страничка будет известна нашему роботу. Как правильно отдать 301-й код на JavaScript? На самом деле… Сейчас, одну секундочку. На самом деле отдать 301-й код редиректа с помощью JavaScript невозможно. Это делается в настройках CMS, либо в настройках вашего сервера, потому что JavaScript выполняется непосредственно в исходном коде страницы, а 301-й редирект осуществляется с помощью HTTP-заголовка. Автогенерированный сайтмэп – это хорошо или нет? Я скажу так, что в большинстве случаев все сайтмэпы генерятся автоматически, поэтому можно сказать, что это, наверное, хорошо. Вам не нужно делать что-то руками, и можете уделить внимание чему-то другому. Как будет индексироваться страница, если ее сделать канонической саму на себя? Смотрите, если атрибут real canonical введет на саму же страницу, такая страница считается канонической. Она будет нормально проиндексирована и включена в поисковую выдачу. То есть использовать такой прием вполне корректно. Для страниц пагинации. Почему real canonical? Не следует ли их сделать по шаблону, чтобы были ссылки на товары, и вес страниц товаров учитывался? Смотрите, если страницы пагинации, например, page 2, page 3 и так далее, признаны неканоническими, то есть с них ведет real canonical, например, на первую страницу каталога, либо на страницу, где собраны все товары, то робот при посещении неканонических страниц получит ссылки на внутренние страницы с вашими товарами. Он узнает о их наличии, о их месторасположении, скачает, проиндексирует, и они попадут в поисковую выдачу. То есть никаким образом на индексирование именно внутренних страниц, расположенных на пагинации, наличие canonical не повлияет. Что означает статус неканоническое? Значит, на странице установлен real canonical, который ведет на другую страницу вашего сайта. Поэтому данная страница в поиск попасть не сможет. Откройте исходный код страницы, сделайте поиск, посмотрите, куда там ведет real canonical и проверяйте каноническую страницу в поиске. Различают ли Яндекс.Коды 404 и 410? На текущий момент данные HTTP-коды обрабатываются одинаково. Как закрыть картинки от поиска Яндекс.Имэджис или Яндекс.Бот? В зависимости от того, по каким адресам у вас находятся картинки, можно использовать как один юзер-агент, например, юзер-агент Яндекс.Бот и DSL JPEG, например. Или же использовать запрет только для робота-картинок, если это необходимо. Что правильнее для страниц корзина? Запрет в robots.txt или в NoIndex? Смотрите, если страница запрещена с помощью мета тега NoIndex, робот периодически может посещать ее и проверять наличие данного запрета. Чтобы робот этого не делал, лучше используйте запрет в файле robots.txt. Как оградить UTM-метки и нужные страницы фильтра, динамическая выдача, а также ненужный хлам с помощью CleanParam? Смотрите, в CleanParam вы можете просто указать непосредственно название тех параметров, которые считаются незначащими. Я уверен, что UTM-метки и страницы фильтров у вас имеют разные значения параметра. То есть перечислить просто в CleanParam значение незначащих параметров, то есть название UTM-меток. Нужно ли как-то закрывать ссылки, если товар был удален, как карточка товара? Нет, ссылки на эту страницу закрывать не нужно. То есть если это ссылки с внешних ресурсов, то закрывать их я не знаю, как вы сможете. Если же, конечно, ссылки на вашем сайте, они ведут на удаленный какой-то товар, конечно, их стоит исключить из навигации, это логично, иначе пользователи будут попадать у вас на кучу товаров, которые никогда не появятся на вашем сайте. То есть смотрите, если товар не появится в каталоге в течение месяца, двух, трех, то, кажется, его стоит удалить с сайта окончательно, в том числе и с ссылки. Если товар имеет шанс появиться в ближайшее время, то его стоит оставить в каталоге, сообщив о времени появления посетителям вашего сайта. На этом у меня по времени все. Напомню, что запись текущего вебинара, а также запись предыдущего вебинара уже доступна на нашем канале, а запись моего вебинара появится в скором времени. И, естественно, вы можете зарегистрироваться на следующий вебинар. Лена Першина расскажет, как работать с рекомендациями для сайта. На этом у меня все. Спасибо вам. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok